Сегодня пара слов про наш Дастер. Мы про него уже рассказывали не один раз. Потихоньку строим машину, как такой хороший небольшой легкий туристический автомобиль. Про силовой обвес, про лифт подвески, про палатку мы уже говорили. Эта же машина стояла у нас на выставке и про нее было сказано пара слов в выставочном обзоре. А сегодня мы хотим показать новинку органайзер, он же спальник, проще как его часто называют, в багажнике Дастера. А вот, кстати, раз уж зашла речь про багажник, наша новая лестница. Это универсальная лестница, она не именно под Дастер, она может устанавливаться на любое запасное колесо. Крепится очень просто через такую вот стяжечку-трещетку. Компактная, легкая, универсальная, можно ставить на любую машину. И самое главное, ставить именно когда она нужна. То есть ее можно снимать, оставлять дома, а ставить только на какие-то выезды, где в ней действительно есть необходимости. А вот, собственно, и сам органайзер. По сути, это полка, которая делит багажник автомобиля на две части. Поскольку здесь у нас запаска уехала на калитку, на запасное колесо, то на месте запаски у нас есть достаточно большое свободное пространство. Есть здесь вот такой вот удобный достаточно девайсик, это столик. Соответственно, в пути перекус становится удобнее и цивильнее. Быстренько раз, достал столик, все расставил, разложил, все есть, все готово. Для того, чтобы органайзер стал спальным местом, есть вот такие вот две дополнительные секции. Они, конечно, занимают много места, но без них вся эта музыка играть не будет. Мы складываем заднее сидение. Раз и два. Немножко нужно сдвинуть переднее сидение вперед, после чего можно уже делать, собственно, спальное пространство. Здесь ножка откидная, на которой, собственно, стоит весь органайзер. Ну, не весь, конечно, а вот эта вот спальная часть, которую мы сейчас ставим, дабы была хорошая площадь опоры. Дальше мы уголки ставим вот в этот вот паз, который у нас образуется. Здесь у нас такой большой достаточно бардачок, назовем его вот так, для вещей. И под него же вот так вот раз у нас закладываются спальные полки. Сама спальная полка здесь стоит на своих ножках, у нее жесткая опора. И здесь у нас уже получается хорошее ровное спальное место. А дальше как раз вот это вот деление багажного пространства на две части. Здесь у нас есть такая вот небольшая полочка, достаточно удобная. Вот здесь вот ниша, вот здесь вот ниша. Стол, конечно, съедает место, поэтому нужен он или не нужен, ну, тут уже каждому, да, выбирать, потому что с одной стороны удобно, быстренько достал он есть, с другой стороны он съедает больше половины вот этого вот немеренного бардачка. Дальше вот это вот самая пустая ниша для запасного колеса. Вот этот тазик с собой уже возить не обязательно, да, все это можно убрать. Здесь еще немерено место, куда можно позаписивать кучу вещей. Вот это вот реально очень удобно. Ну, понятно, что это для поездок вдвоем, и когда вещей не гора в салоне, вещь практически незаменимая. Дальше превращает Duster, которым изначально в салоне спать, в общем-то, невозможно, ну, только если скрючившись на передних сиденьях кое-как, абсолютно нормальный автомобиль, пригодный для дальних путешествий и жизни в нем. Собирается обратно, все это, соответственно, точно так же, легко, быстро и непринужденно. Поднимаем вот эту вот штуковину, вытаскиваем раз, вытаскиваем два, и можно ехать дальше. Соответственно, вот эти вот полки, их брать с собой постоянно не обязательно, только тогда, когда они нужны. Продолжение следует...